Здарова односельчане! Вы на канале Сельский Теквир и сегодня, вы не поверите, у нас наконец-таки обзор на Акроним. Да не просто на Акроним, а на плащ от Акроним J122GT, ну либо Гортекс. И, в принципе, могу официально заявить после какого-то срока эксплуатации, что теперь... Раньше у меня на первом месте был плащ в коллаборации Акроним с Sakai. По-любимости, ну это, конечно, субъективно, тем не менее. Теперь, безусловно, этот. Давайте детально смотреть и разбираться, почему так. Но сначала подпишись на Телеграм, вот Куарчик, там практически каждый день пощу, всякое разное интересное, в том числе и анонсы. Подпишись, чтобы ничего не пропустить. Ну что, друзья, давайте смотреть детально, я думаю, что вы мне позволите вот такой ракурс, потому что плащ, ну действительно здоровый. Вот, посмотрите, по длине, если я стану рядом с ним, очевидно, да, что, ну очень длинный плащ, это самый длинный мой плащ. И, в принципе, что удивительно, мне хочется теперь все плащи покупать просто только в этой длине, потому что мне кажется, что на весну и осень это самое классное решение. Начнем, конечно, с материала. Ну что здесь у нас? Гортеx 3L Pro, то есть это самый, наверное, качественный Гортеx, какой есть на данный момент, самый дорогой. Но суть не в этом, особой разницы, если честно, я не вижу. И подробно в этом видео останавливаться на материале и его функциях я не буду, потому что можете посмотреть любой другой мой обзор на куртке от Acronim. Там все то же самое, в этом плане ничего не изменилось. То есть, да, пропитка сверху есть, воду отталкивает, если под ливнем каким-то жестким ходите через какое-то время, все это дело, к сожалению, намокает, но не промокает. Тем не менее, в предыдущих итерациях каких-то Acronim'овских курток были вещи, которые меня очень сильно смущали. И заключались они именно в конструктиве, потому что, да, как бы верхний слой, вот этот shell, он не промокает, но у меня постоянно были проблемы с тем, что, например, намокают руки за счет того, что вот этот, например, слой, да, он намокал, и вода просто затекала туда. Ну, посмотрите, здесь какое решение. Здесь, как бы, дополнительный двойной карман с утяжкой, то есть по руке вы можете ее прямо утянуть, и вода, благодаря вот этой резинке, действительно внутрь не проникает. И это очень классно, особенно если вы катаетесь, ну, вот я любил на самокате покататься, например, даже в ливень, абсолютно нормально в таких куртках это дело ощущается. Единственное, что, ну, на велике, наверное, не очень получится, потому что он длинный, и в чем-то длинном на велике ехать не очень. Но если просто ходить гулять под дождем, вот, пожалуйста, сделали так, руки в карманы, засунули карманы, это отдельная история, и ей мы посвятим, так сказать, время чуть позже. Но первое же решение, которое бросается в глаза, это вот эта замечательная утяжка, я не понимаю, почему на каждой куртке это Acronim' так не сделать, потому что это действительно классное решение. Давайте вторым моментом сразу перейдем к карманам, потому что это второй момент, который меня всегда смущал, потому что вот эти вот кулиски, которые прикрывают карман, когда вы в него, допустим, вставляете руку, они иногда были из другого материала, и мембраны в них не было, как у меня, например, на плаще от ACG. То есть там нет мембраны, вот эта кулиска полностью намокала, промокала, и в карман влага тоже попадала. Здесь кулиска сделана, во-первых, очень грамотно, с точки зрения того, что она у вас не вот так расположена горизонтально, она расположена вертикально, она полностью закрывает шов от попадания, и когда у вас здесь рука получается внутри, то вода туда попасть не может. Если сверху, понимаете, что вода в любом случае может попасть, потому что кулиска не будет закрывать все герметично из-за того, что в кармане рука. Здесь карманы именно, что сделаны сбоку. Карманы – это вообще отдельная песня. Я никогда не понимал и до сих пор не понимаю, зачем на акронимовских куртках 500 карманов. Какой в этом смысл? То есть и почему делается акцент на то, что таквир – это куча карманов зачастую бесполезных, потому что, ну, хорошо, там, ключи положил куда-то, там, паспорт, сигареты, телефон. Что еще класть? Ну, курить, конечно, вредно, ну, ладно, это как бы выбор каждого. Но что еще класть? Зачем тебе 17 карманов? Зачем тебе карманы на плечах? Ну, да, это может, допустим, классно выглядеть, но эксплуатировать это практически нереально. И здесь вы будете удивлены. Всего лишь два кармана. Два огромных вместительных кармана. Вот раз и два. Все, больше никаких карманов нету, даже внутренних, что странно, потому что, ну, знаете, вот, все-таки один нагрудный карман, ну, хотелось бы. Он бы точно лишним не был, потому что в него как раз какие-то документы, там, паспорт убрать, самое то куда-то вот сюда. Тем не менее, здесь этих карманов нет. Два больших, просто огромных. Туда войдет даже А4, чтобы вы понимали, какой объем кармана. Смотрите, получается, у нас здесь исполнен практически обычный карман, ну, вот такого размера. То есть он уже вместительный. И этот же карман у нас продолжается назад. В одной стороне у нас этот карман, который продолжается назад, и он как бы скрытый, имеет один отсек. Видите, вот здесь внутренняя ткань, она разделяет карман. Имеет один отсек. А с этой стороны у нас, по сути, все то же самое, но только вшито два отсека. То есть вот раз и два. Вот, я думаю, что видно. Два небольших. Есть небольшие отверстия для проветривания в карманах. И получается у нас, по сути, не два кармана, а как бы пять. То есть сюда можно что-то небольшое положить. Сюда два больших здесь, и один большой сзади. Шикарное решение. Больше карманов, мне кажется, и не надо. То есть, ну, за вот эти карманы действительно хвалю. Это решение одно из лучших у Акронима, которые я видел. Наконец-то. Потому что, ну, куча, вот я показывал, там, на тренче странные карманы есть, с которыми вообще ничего не положишь. Здесь вы можете, ну, по сути, свернутую А4 сюда-сюда в каждый карман положить. Шикарно. Абсолютно шикарно. Дальше едем. И тут то, что мне еще не нравилось в Акроним, и это, наконец-то, решено. Замки. Фурнитура в Айки-Кей. Никаких вопросов нету. Но, чтобы вы понимали, вот знаменитая J16. И знаете, что меня в ней смущало? Это то, что вот эти вот кулиски, ну, даже мне, я не сказал бы, что у меня какие-то толстые руки. Ну, тут вообще нужны очень-очень тонкие пальцы, чтобы вот этим всем пользоваться. И практически, вот смотрите, я сейчас держу одной рукой, ну, нереально. Нереально его двигать абсолютно. Тут то же самое, смотрите, еще меньше. И основной замок у нас тоже, ну, не сказать, что огромный. То есть, понятно, что здесь есть вот дополнительная ткань для того, чтобы можно было за нее тянуть. Так, конечно, удобней. Но все вот эти замки у них очень маленькие, ну, сами по себе замки маленькие, их неудобно держать в руке. По крайней мере, мне. Здесь замок, конечно, еще с усилением для ткани, но он просто огромный. Ходит прекрасно туда-сюда, одной рукой, как видите. И здесь замков действительно немного. Я это тоже не понимаю в окроне. Иногда делаются как будто замки ради замков. Но, тем не менее, здесь у нас есть основной замок. То есть, чтобы вы понимали, смотрите, высота плаща и где-то наполовину у нас всего лишь идет замок. Этот замок, я так понимаю, он сам по себе не влагостойкий. Но, во-первых, у нас кулиска внутри с мембраной проложенной вот здесь. А, во-вторых, у нас кулиска по всей длине дополнительная, которую мы еще наклепки застегиваем и полностью этот замок закрываем. Кстати, от этого немного меняется фит. Не сказать, что сильно. Но вот здесь застегивается и у вас прямо садится вот этот воротник высокий прямо-прямо вот по шее. То есть, если, допустим, жарко, если на улице нет дождя, вы можете просто вот эти клепки не застегивать, как это делаю я. То есть, я обычно хожу вот так. То есть, две клепки застегнули. Здесь свободно для того, чтобы ткань у нас двигалась, не мешало это дело движению ног. И здесь расстегиваем, потому что здесь нужно застегиваться только когда прямо идет дождь, идет ливень. Из еще фишечек. Ну, конечно, вот такое магнитное крепление под наушники. Ну, странная штука, сами понимаете. Так вот носить наушники на этом креплении. Может быть, допустим, вот снять в моменте, повесить, что-то поделать и надеть обратно. Да, имеет смысл. Но прямо ходить с ними, наверное, вряд ли бы кто-то рискнул. Потому что я, конечно, тестировал там и прыгал, и бегал. Они не сваливаются оттуда. Но все равно какое-то такое, знаете, ощущение, что вот-вот они отпадут. Хотя этого, конечно, нет. Ну и переходим к самой главной фишке. Это капюшон. Наконец-то решение капюшона, которое просто не вызывает у меня вообще никаких вопросов. То есть, в предыдущих куртках было что? Ну, во-первых, в Тренче вообще капюшона нет. Ну, это ладно. В J16 было что? Ты капюшон надеваешь, все классно, но вода попадает тебе в лицо, потому что нету козырька. Здесь сделали даже две итерации козырька. То есть, если прямо дождь, вы оставляете вот так вот. Козырек делаете длинным. Если, как-то, не нравится вам такой длинный козырек, вы можете его вот таким вот образом подстегнуть. Еще. Ну и вот. И у вас еще больше стал обзор. И изменился опять же фит. Ну и это еще не все. То есть, про козырьки. Что я слышал от обывателей и какой главный минус? Это то, что ты идешь по городу в этом козырьке и даже на светофоре голову вынужден поворачивать, потому что не видно. Боковое зрение закрыто, из-за козырька ничего не видно. Но здесь есть вот эти замечательные моменты. И это еще две молнии, которые есть в этом плаще, других больше нет. То есть, вот в таком виде вы точно не намокнете. Но если вам нужен боковой обзор, вы спокойно можете вот эти вот моменты открыть. Вот эти вот моменты открыть и носить, собственно, вот так. То есть, вот у вас боковой обзор. Он может быть просто огромный. Естественно, сзади есть под капюшоном еще утяжка. Можете его затягивать по голове. Вот. Можете его вообще полностью отстегнуть. Потому что здесь такая возможность есть и она предоставлена. Ну, не вижу в этом смысла. Плюс, если, допустим, какая-то холодная погода, но не дождливая, вы можете использовать вот как бы верх капюшона, как шелл. То есть, он как у вас такой высокий воротник стоит и сзади в голову вам не задувает. То есть, давайте прямо. Есть ли какое-то техническое решение здесь, которое меня не устраивает или мне не нравится? Нет, их просто нет. Здесь все классно абсолютно. То есть, что единственное я бы добавил, это какой-то там боковой карман, может быть. Вот. Еще что хочу сказать. Ну, конечно же, у нас есть стропы. Ну, как бы попробуем, давайте, закинуть эту куртку на стропу. Так она и без стропы, видите, практически по полу тянется. То есть, это странная стропа очень на всех длинных куртках. Пружинит так же. То есть, вполне себе может куда-то вниз уехать. Поэтому, мне кажется, ну, стропы, наверное, должны быть на куртках таких, на длинных. Но как-то их, может быть, стоит по-другому исполнять, чтобы куртка, если ты на стропе ее несешь, не тащилась понизу. Чуть не забыл про еще одну фишку, которую, считаю, абсолютно бесполезной. Но, возможно, кто-то кайфанет. Есть возможность, получается, вот здесь вот. Кстати, быстросъема на замке нету. То есть, вы не можете подтянуть его и открыть вверх. Но это, кстати, как будто бы не обязательно. Потому что там, где он у меня есть, я им пользуюсь. Только когда о нем вспоминаю. А так ты, как бы, по привычке просто расстегиваешь и все, быстросъемом не пользуешься. Короче, во-первых, это полезно для хранения. То есть, когда он у вас висит где-то, не знаю, на вешалке, вы можете взять. И здесь у нас внутри, видите, есть клепки. То есть, мы можем сделать вот таким образом. Мы можем уменьшить длину плаща. Опять же, в моем понимании, это имеет смысл для хранения. Чуть не могу тут клепку найти, но они есть по всему периметру. То есть, вот таким вот образом пристегнуть и высоту плаща уменьшить. Но, с другой стороны, зачем это, кроме как для хранения, я не знаю. Для хранения это, чтобы, понимаете, вот он, допустим, на низкой вешалке по полу не волочился. Вот. Но для другого, для чего, не понимаю, зачем тогда покупать длинный плащ? Если вы хотите носить половину его длины, зачем переплачивать? Если можно купить, как бы, обычный, он и стоит будет дешевле. Итоговая часть. Сегодня я решил ее сделать в необычном формате. И первое, что я хотел бы отметить про этот плащ. Это, вот, знаете, такой удивительный показатель. Но у меня куча там всяких разных, вот, от Домобазы есть пальто, плащ Акроним Сакай, плащи там ACG и так далее. Но это единственный плащ, в котором мне неоднократно совершенно незнакомые люди где-то там, не знаю, зашел кофе взять, зашел в какой-то там магазин одежды. И там ребята спрашивали, блин, классный плащ, где такой приобрести? И никогда такого со мной в продуктах, не то что от Акроним, вообще практически никаких не было. Ну, там про Кроссы, да, несколько раз говорили, про Дефендеры, про Испа, Роуд Варьер, потому что они очень необычной формы и людей не удивляют. Но чтобы вот про плащ спрашивали, первый раз такое вообще вижу и слышу спрашивали. Но это не основное, что хочется о нем рассказывать. А что хочется о нем рассказывать, так это то, что такое чувство, что Эрлсон посмотрел парочку моих видео и действительно, как мы уже с вами при детальном разборе посмотрели, сделал из них выводы. То есть все, что мне не нравилось в Акрониме, в других их плащах, то, что было как бы не таквир, а кеквир, здесь по-настоящему исправили. То есть плащ действительно по-настоящему практичный, в первую очередь, помимо того, что он круто выглядит. То есть вообще с ним никаких проблем не возникало из того, что было раньше, но при детальном обзоре я уже все рассказал и показал, в принципе. То есть по практичности, ну, просто 10 из 10. Вот этот вот капюшон, это просто замечательное действительно решение. Не понимаю, почему на всех куртках Акроним так не делать. Высокий воротник, я тоже не понимаю, почему на всех куртках Акроним так не делать. Да и вообще на всех куртках. То есть, понимаете, куртка у вас на осеннюю, весеннюю, дождливую, холодную погоду, очевидно, должен быть высокий воротник, чтобы не задувало. Да, можно приобрести дополнительно НГ-4ПС, и в некоторые куртки он встегивается. Но, тем не менее, это не отменяет того, что куртка это сама по себе продукты. Если вы в нее какие-то доработки еще должны приобретать, то это уже, как мне кажется, непрактично. А уж тем более, непрактично за такую цену. Поговорим о цене. Он мне, плачь, обошелся в 2000 евро. То есть, так он в Европе стоит 2200 с налогом. Ну, обошелся в 2. Заказали через Казахстан напрямую. То есть, с сайта Акроним без проблем прислали. Анбоксинга здесь не было. Почему? Потому что, ну, что-что Акроним в этом плане, они какие-то скупердяи абсолютные. То есть, пришла обычная бумажная коробка, в которой была только накладная. То есть, вообще, больше ничего, никаких там не спасибо, никаких дополнительных комплектов. Просто в обычной коробке приходит. Ну, и подытожить я бы хотел следующим образом. Как выглядит внешне? Мне абсолютно на 100% нравится. Технические особенности все на 100% нравятся. И самое главное, да, еще раз повторюсь, мне вот очень понравилось, что по карманам очень крутое решение. То есть, действительно, ничего лишнего. Два больших вместительных кармана, входят все, что угодно. Плюс они еще там скрытые. То есть, можно положить какие-то ключи, чтобы они не выскальзывали, не бренчали, не шумели. Вообще здорово. И для меня вопрос. Вот, на самом деле, у меня сложилось такое ощущение, судя по сайту Акроним, что этого плаща по одному предложению, да, в каждом размере. То есть, всего их там 5 в мире, условно говоря. И для меня это странно, потому что это самый, наверное, технологически классный плащ от них. В том плане, что, ну, действительно, практично все абсолютно в нем. Да, понятно, высокая цена из-за того, что он самый длинный Акронимовский плащ. Но, как показала практика, его длина вообще нисколько не мешает, ничего не цепляется, ничего не западает. Плюс его можно там на клепке подвернуть, если вам такая длина не нужна. В общем-то, я понимаю, наверное, обусловлена цена тем, что он намного длиннее и больше остальных продуктов от Акроним. Но мне непонятно, почему вот эти технологические решения не делаются в большинстве их серийных продуктов, а делаются только в каких-то продуктах, которые, по сути, единичны. Хотя, собственно, здесь вот все, что в этом плаще есть, это просто база обычной куртки на весну и осень. Вот то, что в ней должно и обязано быть. Ну и здесь, слава богу, это есть. Да еще он выглядит круто. Что касается будущих анонсов, возьму небольшую, наверное, паузу от съемок контента. Потому что как-то пришел к тому, что сейчас, если мне хочется какую-то вещь, то она, как правило, совсем не дешевая. Приобретать я их буду там не по несколько штук в месяц, а раз в сколько-то месяцев. Ну, понимаете, что-то поиспоели хочется, может быть, что-то из Рика, но оно тоже все дорогое. Поэтому сейчас ролики будут выходить пореже, но выходить будут. Напомню, подписывайтесь на телегу, ссылка в описании, курочек был на экране. Всем спасибо, что смотрели, всем до встречи.